Всем привет! Сегодня у нас в Охотниках.нет бюджетный насос высокого давления для накачки PSP винтовок. Это действительно дешевый насос, достаточно качественный. Он не уступает более дорогим аналогам. Двухступенчатый насос с водяным охлаждением. Копия, в принципе, насоса Борна. Заводская китайская копия. В комплекте у него идет достаточно много необходимых прокладок для самостоятельной замены. Поэтому насос будет служить действительно долго. У него удобные складные ножки. Сейчас я покажу в действии этот насос. Отключаю штуцер к вералку и начинаю процесс накачки. У меня, в принципе, есть опыт накачки разными насосами. В том числе и довольно дорогими. Такими, как Хилл. Если сравнивать, например, с Хиллом второй модели, то он, в принципе, качает так же. Так как насос двухступенчатый. Также, в принципе, Борнер оригинальный и Хатсан ничем не отличаются. Единственное, что Хатсан достаточно габаритный. Ножки у него не складываются. Поэтому его перевозить не так удобно, как наш вариант насоса. У насоса предусмотрен небольшой манометр. Шланг высокого давления. Сейчас на конце шланга стоит заглушка. Потому что, когда вы приобрели насос, для начала надо его адаптировать под давление. Так как он новый, смазан, все прокладки еще не притерлись. Вы должны установить заглушку и накачать его до 100 атмосфер и немножко подержать. Чтобы он, скажем так, привык к высокому давлению. Сейчас я буду снимать заглушку. Вот, я ее снял. И покажу вам, какие переходники возможно установить. Это переходник самый распространенный. Он будет для вас, наверное, лучшим вариантом. Это универсальный переходник под резьбу 1,8 с Квика. Мы вставляем крепление и поджимаем его. В эту резьбу подходят все заводские штуцеры. Но за исключением некоторых редких моделей. То есть у Air Arms, например, есть свои штуцеры заводские. Вот. И на 1,8 он вкручивается. Сейчас я вкрутил штуцер для 100-го Виралха. Одной из самых популярных PSP-моделей последних лет. Вот. Соответственно, это все выглядит так. Крепление достаточно прочное. То есть никаких сбоев и пропуска воздуха не должно быть. Потому что приобретайте эти насосы у нас. Они есть всегда в наличии. Всего доброго, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!